Ну, сейчас сижу, играю в компьютер, а тут мама говорит, сынок, тебе пора жениться. Я говорю, мама, а почему вы так решили, а? Она говорит, ну, потому что тебе уже 53 года. Я говорю, ну, мама, а может я еще немножко подожду, а? Она говорит, ну, дождешься. Придет к тебе невеста в черном капюшоне. С косой. Быстро жениться, а то компьютер выключу. Я испугался, думаю, мне надо до субботы жениться, потому что мы в субботу с моим другом на компьютере в танчики играем. Дал объявление в интернет. Уверенный в себе мужчина, имеющий стабильный доход. Мамину пенсию. Женится на женщине женского пола. А о себе. А о себе в постели. Зверь. Суслик в период спячки. А тут мама говорит, сынок, я про тебя рассказала на работе нашей бухгалтерши Верочке. Значит, она как услышала, что в городе есть мужчина, который ей еще не знаком. У нее аж глаз загорелся. Сказала, придет сегодня вечером. И она пришла, я смотрю, юбка вот такая вот короткая. Я думаю, ой, видно, живет бедно. Ткани не хватило. Она говорит, а вам не скучно все время быть одному? Я говорю, я не один, у меня собака есть, булька, порода чмотерьер. А она говорит, а что вы делаете? А по вечерам вы куда ходите? Я говорю, в туалет. Умываю, зубы чищу, смотрю, спокойной ночи и баеньки. Она говорит, так, может быть, сходим куда-нибудь вечером вместе? Я говорю, ну... Ну, мы там вдвоем не поместимся. Кабинка очень узкая. Она говорит, ну вот смотри, я женщина, 18 лет в разводе. Как ты думаешь, чего я жду? Я говорю, пенсию. А она так, она так смотрит на меня, так... Хвать со стола клубничку и давай эту бедную клубничку мурыжить. Я так на нее смотрю, думаю, о-о-о-о... Видать, голодная. Надо пойти котлеты спрятать, а то все сожрет. А она так меня рукой за шею обняла и шепчет, укуси, укуси, укуси меня. Я говорю, ну, ну, вы бульку попросите. Она хорошо кусает. Она говорит, она мне говорит, ну что, давай уже займемся с тобой чем-нибудь неприличным. Я говорю, ну, отлично, давайте с балкона плеваться. Она мне говорит, ну, раздень, ну, раздень меня. А я думаю, вот тунеядка. Я уже в три годика сам раздевался. Вольфики, шортики так на стульчик вешал. А этой 40 лет кобыла ленивая. Я говорю, ишь, барыня какая, сама раздевайся. Она говорит, поняла. Музыку включила на стол, с ногами залезла. И давай под музыку себя одежду сбрасывать и по углам раскидывать. Я смотрю на нее, думаю, ой, ой, какая же из нее хозяйка выйдет. Если она трусы на люстру зафинделила. А она со стола спрыгнула, идет так на меня, так дышит. Она губы облизывает. Я думаю, господи, видать, у нее астма и эпилепсия. И говорит, я хочу съесть тебя. Я думаю, господи, и вот что кризис с людьми делает. И тут Булька исполнила ее мечту насчет укусить. Прямо за то место, в котором она на столе виляла. Она как закричит, придурок. Ты так и не понял, зачем я пришла. Ну и живи со своим Булькой и убежала. Ну вот. Так, женщины, я чего сюда сегодня вышел? Вот, может, есть в зале одна женщина? Незамужняя, добрая, которая захочет со мной сегодня ночью в танчики поиграть. Игорь Христенко.